Здравствуйте! В эфире программа ДПС. Меня зовут Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Решил покататься на технике с необорудованной кабиной. Прицеп был самодельным. С собой неадекватный водитель взял пассажиров – женщину и маленького мальчика. В интернете пишут жену и сына. В пути ребенок не смог удержать равновесие и упал на землю. Транспорт переехал малыша, он скончался мгновенно. Добавлю, автомобилист уже был лишен водительского удостоверения, и теперь мужчине грозит реальное лишение свободы. О других авариях, которые произошли в нашем регионе за сутки, расскажем в сводке. 80-летний дедушка получил открытую черепно-мозговую травму в ДТП на автодороге К-22. Он шел по обочине в одежде без светоотражающих элементов. Водитель Ниссана не заметил пешехода и не успел вовремя затормозить. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Автомобилист на Санне заезжал во двор задним ходом, не посмотрел в зеркала и не увидел женщину, которая шла по проезжей части. Дама сломала ногу и получила несколько ушибов. Мужчина на Сузуке дважды стал участником ДТП за один час. Сначала его автомобиль столкнулся с Кадиллаком. Гитара получила настолько сильные повреждения, что оказалось не на ходу. Владелец вызвал эвакуатор, а спустя несколько минут в Ниссан врезалась Лада. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля был пьян. К счастью, никто не пострадал. В Дзержинском районе не поделили дорогу Субару и Альмера. Их владельцы не выдержали боковой интервал, когда пересекали трамвайные пути. Пострадавших нет, а машины получили незначительные повреждения, но авария парализовала движение транспорта. Об этом столкновении стало известно из социальных сетей. Очевидцы рассказали, водитель троллейбуса объезжал автобус, который стоял на остановке. Не убедился в безопасности маневра, поэтому не заметил Тойоту. Помощь врачей никому не потребовалась. Далее в выпуске рубрика «Розыск». В ней мы рассказываем о машинах, которые угнали в течение прошедших 24 часов. Практика показывает, если быстро заявить о таком ЧП в эфире, то шансов вернуть транспорт больше. Отечественную «шестерку» черного цвета угнали с проспекта Дзержинского, 169, корпус 8. Год выпуска машины – 1991. Среди отличительных примет – литые диски. Если заметите седан во дворах или гаражных кооперативах, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону, указанному внизу экрана. Еще один «ВАЗ», но четвертый модели. Похитили ночью с улицы Линейная, 29, в селе Убинская машина синего цвета. Вероятно, номера с нее уже сняли. Обычно такие легковушки воруют подростки, чтобы просто покататься, а затем бросают авто на пустырях. На другим новостям. Ремонт тротуаров и дорог в частном секторе завершат до 15 октября. Такую задачу поставил подрядчиком мэр Новосибирска. На сегодняшний день восстановлено больше 200 тысяч километров проезжей части. Сейчас работы продолжаются на улице Шишкина. Здесь дороги отсыпают щебенкой, а асфальт укладывают на загруженных участках частного сектора, где большой поток транспорта. Всего в Дзержинском районе в 2019 году работы идут на 12 участках дорог частного сектора. На шести объектах ремонт уже завершен, а на остальных работы вышли на финишную прямую. На пешеходную эстакаду на площади Лыщинского в Новосибирске потратят 125 миллионов рублей. Мэрия объявила конкурс на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Кроме строительства эстакады проведут реконструкцию дорог на улицах Немировича-Данченко, Блюхера, Горска и проспекте Карла Маркса. Завершить все работы и сдать в эксплуатацию пешеходный мост должны уже в 2021 году. Тем временем на улице Титова стартовал второй этап реконструкции дороги. Теперь бригады работают на участке от порта Артурской до Заозерной. На этот объект потратят больше 218 миллионов рублей. В мэрии добавили, сейчас на месте идут работы по строительству ливневой канализации и замене грунта основания. Общая протяженность дороги составит 757 метров. Некоторые платные парковки в стране могут сделать бесплатными. Власти столицы разработали пакет поправок. Они хотят запретить взимать деньги за стоянки возле социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники и подобные. Потому что такие места являются общедоступными. Изменения могут внести в федеральный закон об организации дорожного движения. Если его примут, то платную стоянку возле нашего железнодорожного вокзала придется ликвидировать. Автомобиль Kia стал самым популярным у новосибирцев. С начала года купили уже 1332 седана модели Rio. На втором месте по популярности Hyundai Solaris, а на третьем Hyundai Creta. Это связано с низкой стоимостью легковушек по сравнению с аналогичными японскими машинами. Всего же с января по август в Новосибирске реализовали 8313 авто. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,6%. Так сообщили аналитики автостата. Лихачи намерены перевоспитывать. На трассах появятся успокоительные остановки. Такие давно используют в Прибалтике. Поясню в чем суть. Если водитель превысит допустимую скорость, инспектор вправе задержать гонщика на 45 минут или же на час. В это время машина будет стоять на обочине трассы или в парковочном кармане какой-то из магистрали. В следующий раз автомобилист уже не захочет терять время и не будет лихачить. Не исключено, что эксперимент по внедрению нового наказания пройдет в Новосибирской области. Ведь в нашем регионе именно из-за высокой скорости на трассах происходят серьезные столкновения. Ну а в Госдуме предлагают запретить некоторые автомобильные наклейки. К примеру, значок чайника или изображение дамских туфелек. Главный аргумент – такие стикеры отвлекают других автомобилистов от управления. Ведь для того, чтобы прочитать надпись на машине или разглядеть рисунок, нужно несколько секунд времени. А из-за этого могут произойти столкновения. С инициативой выступил член столичного комитета по транспорту и строительству Сергей Тен. И добавил, что изображение женской обуви на лобовых стеклах машин можно расценить как дискриминацию по половому признаку. Далее в выпуске постоянная рубрика «Две беды». В ней кадры аварий, которые зафиксировали камеры видеорегистраторов. «Две беды» «Две беды» «Две беды» «Две беды» На этом пока все. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, а также подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПСНО ОТС. Продолжение следует...